Ну что, друзья, мы прилетели, сидим в самолете, сказали оставаться всем на своих местах, нам будут сейчас мерить температуру. Ну вот, тетя. Ну что, друзья, наш город абсолютно не готов к происходящему. В общем, мало того, что продержали в самолете, окей, смирили температуру, правила, все хорошо. Кое-как прошли мы паспортный контроль, потому что было 4 огромные очереди в духоте, получили сейчас багаж. И что вы думаете? Сейчас нам всем будут выдавать постановления о том, что мы должны самоизолироваться на 14 дней, потому что Таиланд и Вьетнам теперь относятся тоже к опасным странам с 17 марта. Ну да ладно, вопрос в другом. Как бы все эти постановления должны каждым человеком сейчас заполниться вручную. На минуточку, сейчас прилетело сюда 600 с лишним человек. Вы понимаете, да, что там происходит? Там просто уже практически до драки. Ну, в общем, сказали, нас не выпустят из аэропорта. Весь маразм заключается в том, что больше всего шансов заразиться этим долбанным коронавирусом как раз-таки в местах большого скопления людей. И что? То есть, как бы нас просто искусственно сейчас в куче в этой всей толпе держат, чтобы мы заполнили бумажку. И вообще, вот правда, нет слов. Почему нельзя было просто в самолете раздать? Ну, короче, я рассказываю. В общем, бланки закончились. Ну, вот как бы вот так. Бланки закончились. Естественно, толпа была возмущена, потому что эти бланки подвезут или там изготовят только через час. И сказали, что отпускаем вас, мол, под вашу ответственность. Завтра обязательно позвоните в поликлинике, чтобы к вам пришлись Роспотребнадзора. Ну, как бы занавес. Слов нет вообще. Все измотаны, устали. У меня просто пожелание. Ну, как бы научитесь работать, пожалуйста, люди. И думать заранее головой. Продолжение следует.